христос воскрес мир всем такую тему давайте обсудим как дьявол предлагает заключить с ним сделку мне попался ролик интересный давайте его посмотрим а потом обсудим и я добавлю кое-что от себя вот у меня на я вот тут выложил вконтакте у себя на страничке страничка называется как меня и зовут давайте мы сейчас этот ролик послушаем он короткий меньше минуты однажды едет на машине домой уже поздно вечером возвращался и друг рядом с ним оказывается сатана прям сидит в его машине и говорит давай мы с тобой сделку заключим я тебе сделаю богатым я тебе сделаю известным влиятельным но ты будешь мне служить он уже будущий христианином знает то есть он может быть сам лично не имел таких отношений как у родителей а родители очень молящиеся люди и когда он приехал домой он сразу отказал и он исчез из машины он приехал весь бледный и ведь мама что это было и я понимаю что на его примере что люди которые достигли каких-то неординарных позиции в обществе а сейчас творят то что они творят с позиции власти это те которые туда пришли таким путем и поэты заключили это заключили сделку он им дал и влияние деньги а теперь от них требует то что нужно ему вот такой ролик возвращаюсь обратно и мы с вами православные христиане не занимаемся всякой ерундой саентологией эзотерикой и прочей бесовщиной но тема она православная потому что дьявол это никто иной как деницы любимый это сказать ученик любимый помощник с бога саваофа который возгордился и стал сатаной люцифером князем тьмы так далее а те ангелы меньшего разряда которые с ним тоже совратились которые его поддержали стали бесами тоже разные градации как и ангелы так вот значит что тут интересно сказать дорогие мои ну давайте я расскажу вам историю у меня моя вот духовная тетка это монахиня монахиня павла келеница схердиакон антония я очень к она его называла очень к жуковском они жили в хрущевке но я много времени проводил в монастыре святой великомученицы екатерины и познакомился с матушкой павлы но эта история неважно то есть мы с ней дружили она волевая очень женщина старец умер этот схердиакон умер за недолго после до того как я появился в монастыре и мы были как я сказал близки это вот у меня дома она была вот она жила в монастыре в келье своей я как мог старался как-то облегчить ее существование но она монахиня нормально монахиня но тем не менее общение но так сказать она любила меня я любил ее вот и мы хоронили ее вместе вот и значит она мне рассказала на кухне обычная хрущевка пятиэтажка в жуковском где старец и умер на кухне газовая колонка и она говорит я вхожу на кухню и вижу люцифера в красивом камзоле шпага усики значит бородка клинышком ну типичные вот как у фауста был описанном и она говорит я обомлела я испугалась максимум что я сделала вот вроде рукой что-то какой-то крест вот подобие креста и он исчез испарили испарился дым какой-то превратился и все вот но матушка это солидный человек не то что мы с вами не пьет не курит не безобразничает и так далее святой жизни человек матушка павла да и вот такая история и значит слава богу я простой как и вы по нашей слабости господь нас бережет не выпускает это 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 дряни ну давайте немножко порассуждаем вот об этом и то что говорится в ролике что скорее всего все чиновники нашей оккупированной страны сделали это действо скорее всего потому что действительно мы живем все в мороке как говорят да то что происходит то что происходит то есть мы сами себя понятно что это есть заказчики есть бенефициары есть промежуточные звенья и есть мы и мы сами себя утилизируем мы сами себя сокращаем так задумано действительно иезуитский ловко и и это неспроста безусловно дело не зоком шаманских танцах которые там тоже говорят что оккультные действия производится они любят не случайные совпадения цифр событий дат не это все конечно звенья одной цепи и цепь это известно которая сковывает народ россии в частности но больше переживаем за свою страну и кому он появляется кому он не появляется я конечно и себе не желаю вам этого но бояться не нужно 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 помнить о том что святая троица создала вселенную россию в частности живущих всех и в небе и на земле и под землей в воде все чудным мудрым образом создал саваоф но щита святая троица и если он создал это он создал и небесное воинство невидимый мир и соответственно он владелец всего и соответственно он владелец этого несчастного падшего ангела верховного который мы говорили в начале имя ему деницы и соответственно уничтожить они бестелесные он их не может но по его попущению в это это все возможно некоторые люди ищут как продать но нет большого ума потом конечно заканчивается самоубийством или но распоряжается их жизнью представьте внешне у тебя все хорошо ты упитан так сказать видно что ты сыт что живешь достатке а душа у тебя разрывается и плачет от того что она продана она не принадлежит человеку все это всего лишь мерзкая временная оболочка это ужасно кому появляется он кому не появляется бог ведает бог ведает но но наверное он появляется он тоже понимает что можно ли человека подвинуть можно ли его и обмануть можно ли его ввести в заблуждение или нет это мы с вами тоже понимаем и и последнее наверное то что как искушал сатана иисуса христа на горе когда он предлагал ему и прыгнуть ангелы подхватят тебя и стань на колено и все сокровища мира будут твоими и так далее также мы вспоминаем о том что тоже где-то у святых когда дьявол просил дай мне возможность проверить твоего раба дай мне возможность я попытаюсь его совратить если он верует в тебя и он стоит твердо на ногах духовной жизни он его не совратишь господь попускает поэтому зная все это будем жить будем помнить будем настороже будем чаще пользоваться молитвой иисусовой или до самой простой господи помилуй будем жить во христе будем как мой духовный отец протвери василия рукова говорил предстоять перед ним предстоять это и есть между прочим это есть духовная жизнь православного христианина простого православного христианина не в зависимости от рангов знаний пола возраста положение предстоять тогда мы выживем тогда нам не страшно даже есть он появится на жизнь матушки никак не отразилась еще раз покажу как она вот меня держит с любовью за руку фильм отченька я дам ссылку здесь это снято в этой квартире очень известный фильм про старца с херодиаком антони и я нашел одну фотографию мало фотографий я не делал роликов тогда очень мало фотографий так всегда бывает никак нет не на ее жизни это не не нетра не отразилось но она вспомнила вот когда мы зашли может быть свет был такой может быть что-то еще вот этой газовой горелки смотришь на окно слева газовая горелка и она говорит вот здесь вот стоял деницу очень красивый камзол она единственным запомнила очень красивый лиловый к очень долго написывал шпага камзол бородка наглые глаза холодные вот это вам не описывала но от этого описания жуть было поэтому будем жить дорогие мои мы вместе мы малое стадо мы молимся друг о друге переживаем это уже великая вещь с божьей помощью выживем прорвемся ваш евгений лопать